нового соглашения. И мы готовы будем работать. Уверен, что Евросоюз может сыграть здесь свою координирующую и очень конструктивную роль. Мы обсуждали и другие вопросы традиционной повестки дня. Их, слава богу, не так много, но они есть по всем четырем пространствам. Уверен, что такое рабочее продолжение этого обсуждения могло бы состояться в Москве уже в самом скором будущем, о чём, наверное, скажет несколько слов наш коллега Жозе-Мануэль Бороза. Спасибо. Благодарю вас. Вы хорошо знаете, что комиссия предложила продолжить переговоры между Европейским Союзом и Россией. Мы полагаем, что эти взаимоотношения должны быть укреплены в рамках взаимозависимости, позитивной взаимозависимости. Вот почему. Я абсолютно удовлетворён результатами этого важного саммита. Президент Саркази и президент Медведев уже остановились на основных вопросах. Позвольте мне здесь лишь подчеркнуть экономические аспекты, поскольку мы проводили обзор наших экономических отношений, они достигли потрясающих высот, и мы поддерживаем вступление России в Всемирную торговую организацию, мы поддерживаем предложение президента Медведева относительно развития российской экономики, в частности, желание России вступить в Всемирную торговую организацию. Мы также полагаем, что следует углубить наш диалог, особенно в энергетической области. Недавно мы одобрили стратегию энергетической безопасности, мы хотели бы сотрудничать с Россией в этой области, и в частности, я полагаю, что этот саммит даст нам возможность разъяснить ряд важных принципов в этой области. Основной политический вопрос следующий. Будущее между Россией и Европейским Союзом. Это будущее будет определяться экономикой, а именно экономическими обменами и диалогом, а не демонстрацией силой, партнерством и многосторонней дипломатии, а не односторонними подходами. Участием и лидерством в решении глобальных вопросов, в частности, финансового кризиса, и об этом мы говорили, мы говорили об этом финансовом кризисе. Мы благодарим Россию за участие и президента Медведева за участие в решении этих глобальных вопросов. Мы хотели бы работать с Россией по таким вопросам, как борьба с изменением климата. Эта тема реально входит в наше энергетическое досье. Я хотел бы сказать о конкретных экономических вопросах. Например, мы приветствуем решение России отложить повышение экспортных ставок на деревоперерабатывающие продукты. Это особенно важно для наших государств-членов. Надеемся, что мы перейдем к окончательному решению вскоре. Мы говорили о необходимости обеспечить передачу энергоносителей между Россией и Европейским Союзом. Президент Саркази сказал, что мы поговорили о конкретном вопросе Литвы, сказав, что есть прогресс с точки зрения доступа Европейского Союза к европейским энергетическим сетям. Мы полагаем, что сможем создать более крепкую, более твердую базу в энергетической области. Также существуют широкие взаимоотношения в экономике, инвестициях между Россией и Европейским Союзом. И именно по этой причине я объявил, что мы могли бы благоприятно высказаться на приглашение премьер-министра России господина Путина о том, что можно было бы возобновить контакты между исполнительной властью двух сторон, между Европейской комиссией и правительством Российской Федерации. И мы готовы в начале следующего года приехать в Москву. Я также хотел бы поблагодарить господина Медведева за приглашение и за предложение по этому случаю встретиться и с президентом. Мы существенную работу проделали по решению технических и конкретных вопросов. Это сложные вопросы, но я честно могу сказать, что с двух сторон есть желание найти решение этих вопросов для того, чтобы укрепить это понимание о позитивной взаимозависимости между Россией и Европейским Союзом. Дамы и господа, как нам напомнил Дмитрий Медведев, нам нужно уезжать в Вашингтон очень скоро и надеюсь, что мы дадим президенту России пообедать. Может быть, четыре вопроса будут заданы. Два со стороны европейской прессы и два со стороны российской прессы. Прошу вас. Добрый день, телекомпания НТВ, российское телевидение. У меня вопрос, наверное, к трем президентам. Дело в том, что действительно это первый саммит после событий на Северном Кавказе и только что господин Медведев говорил о том, о роли Франции и Европейского Союза в урегулировании этого конфликта. Вы сами, господин Сарказин, только что сказали, что без России вы не видите свои отношения между Россией и Европой. И Европейская комиссия также якобы готова усиливать и углублять сотрудничество между Европейским Союзом и Россией. Так все-таки будет ли, было ли на сегодняшнем саммите что-то конкретно по поводу нового соглашения между Россией и Европейским Союзом? Было ли дано зелено-светому соглашению? И если оно все-таки будет, то когда можно ожидать его подписания? Спасибо. Мы приняли решение продолжать переговоры. Я не могу сейчас в настоящий этап сказать о дате подписания. Это договор, имеющий стратегическое значение. Мы рассматриваем его в качестве стратегического документа Европейского Союза. Мы полагаем, что такое же значение уносит для России. Он исключительно сложен с точки зрения масштабов. Сейчас комиссия имеет мандат на ведение переговоров от имени всего Европейского Союза. И мы приложим к этому все наши усилия. Я уверен, что если будет добрая воля со стороны двух сторон, мы можем достичь существенного прогресса по этому договору о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС. Я добавлю только буквально несколько слов, потому что действительно у нас возникла пауза в подготовке этого документа. Мы не были сторонниками этой паузы, но она возникла. Хорошо, что она сейчас преодолена. Надеюсь, что в самое ближайшее время начнутся переговоры по всем существенным условиям этого документа. На наш взгляд, он должен быть и содержательный с одной стороны, а с другой стороны достаточно такой жесткий по структуре, который задает рамку работы на годы вперед. Когда будет завершена эта работа, я тоже не знаю. Хотелось бы, чтобы это произошло в обозримом будущем. В любом случае, у нас есть действующий документ. Мы пока живем на его основе. Но чем быстрее мы выйдем на новый документ, тем лучше. Россия открыта к этой работе, готова вкалывать, что называется, постоянно. Никогда не было приостановления. Был перенос на более поздний срок. Именно так мы поступили. Мы ничего не приостанавливали, мы просто перенесли. Почему мы перенесли? Потому что было между нами разногласие. Мы не согласны с тем, что Россия признала в односторонние порядки независимости Осетии и Абхазии. Итак, у нас возникла критическая ситуация такая. Нам понадобилось провести диалог. Есть еще. Остались требования, которыми я выступил от имени Евросоюза. Я, кстати, не понимаю, как можно выступить с такими предложениями, если мы не встречаемся. И мы, ну, еще раз повторяю вас, мы никогда ничего не...